Продолжение следует... Продолжение следует... Я собираю собственное выступление сегодня посвятить одному из тезисов, Сергей Борисович Переслегин в своем видео, которое можно будет здесь выложено, говорит о том, что Евросоюз это некое новое образование, аналогов которого не было в истории. Мне представляется, что это не так, что это просто реинкарнация совершенно известного некоторого политического конструкта, который, если верить истории, существовал практически тысячу лет. Речь идет о Священной Римской империи, или Священной Римской империи германского народа. Что такое мы привыкли понимать под империей? Это когда большую количество народов соединены в арках одного централизованного государства. Империя, говорим мы, и думаем, что это нечто тоталитарно централизованное. Мы вспоминаем всегда об Римской империи, мы говорим о империи Петра Первого, или какой-нибудь там еще другой, Монгольской империи, или какой-либо еще. Оказывается, что та самая Священная Римская империя была устроена совершенно иначе. Она очень-очень напоминала современный Евросоюз. Там был император, который выбирался неким собранием, то есть некоторыми людьми. Это были Керфюрсты. Керфюрсты, это, ну, например, это был Бранденбургский, это был Санксонский, и это было три архиепископа. Ганноверский, кто-либо еще. Они выбирали императора, который не обладал тоталитарной властью, он не был самодержецем ни в коем случае. С одной стороны, это выглядело именно так. С другой стороны, можно посмотреть на экономику и на войска этой самой империи. Они состояли тоже очень похожим видом на Евросоюз. Почему? Ну, например, считается, что в самые лучшие годы имперское центральное правительство, оно собирало 50 тысяч флоринов, так называемые, да, тогда валюта такая была. Бюджет Великобритании, то есть Англии, был 75, 750. Считается, что бюджет Франции был около трех. Очень тоже на него интересно посмотреть и в другом аспекте. Сейчас никто ничего не понимает и не помнит, что такое была личная уния. А личная уния, когда два абсолютно самостоятельных государства, на самом деле, возглавляются одним человеком. Ну, например, между Ганновером, то есть это одним из самых влиятельных коркорфюрстов, то есть земель княжеских, в Германии и Великобритании, разделенными сотнями километров, было установлено полное партнерство. То есть, изглавлял один и тот же самый человек. Это в времена Петра? Да, это уже в поздние времена. Порядка сто лет это длилось унию. Была очень похожая ситуация на личную унию между Пруссией и Бранденбургом, которая потом перешла в непосредственный союз. Очень... и так далее. Таким образом, в союзе вот этих выборных, когда выбирали императоров, те страны, которые формально не входили в Священную Римскую империю, да, обладали решающим правом голоса. Как это происходило? Великобритания голосовала через Ганнових, Пруссия через Бранденбург, еще была чистая декоративная должность так называемого Чешского короля. За ним скрывались сами Габзники, то есть Астрия за ним скрывалась. Эта ситуация опять очень напоминает сегодняшнюю ситуацию, когда все страны Евросоюза обладают одинаковыми правами. Но при этом мировой регимон США, он исключен формально из Евросоюза, но он имеет всю полноту большинства голосов. Почему? Потому что через новые страны, через вот эти новые страны, через Восточную Европу, он управляя фактически ими, он может полностью обеспечивать и в назначительной части политику Евросоюза. Ну, через Литву, Латвию, Эстонию, даже Польшу, Чехию и так далее. Вот США таким образом влияет. То есть очень похоже опять на ситуацию, которая сложилась с Ганновером, допустим, и должностью и членом императора. Точно так же мы видим, что эта империя, как ни странно, не обладала своей столицей. У нее не было столицы вообще принципиально. Как и на сегодняшний момент, ее формальная столица Брюссель. Но там считается. Да. Что ее формальная столица Брюссель. Почему это было? Потому что у нее было правило такое, что императорский двор должна каждая из земель Германии, где в тот момент находится, должна коронить. Поэтому там считается, что там был кочующий двор. Это тоже очень напоминает на распределенный центр. Это в большей степени Вена как бы считалось? Да. На распределенную столицу, которая была... Я вам скажу, в помену Стаса там было следующим образом. На самом деле, все последние, большинство выборов императора выигрывали Габбурги. А поскольку Вена была столицей Габбурга, в первую очередь, то она была бы как бы такой негласной столицей империи. Ну, двор считается, что он кочевал. В том частности, например, их рейхстаг собирался в Баварии обычно. Кроме того, вот, и войска у каждого государства были не самостоятельные. То есть были формально общие имперские войска, как и общие имперские войска Евросоюза, тоже с какой-то позиции существуют в Евросоюзах. Но, очень часто, например, саксонские войска или какие-то на другой земле, были сильнее и плоские, могучнее, чем общие и объединенные войска империи. Тоже очень интересный факт. То есть существует громадное количество параллелей между и современным Евросоюзом, и Священной Римской империей немецкой нацией. Кстати, вопрос такой. Насколько я знаю, вообще, в Священной Римской империи германской нации понимают империю X-XII веков, где всякие там Атоны, там Барбаловы. А как бы уже эта, так сказать, она вроде как по непрерывности не переходит в эту империю, как бы, в позднем и среднем векове. Мне кажется, там перерыв какой-то между ними был? Да нет, нет. Просто она была разная. Считается, это, я говорю, тоже не как было на самом деле, а как историки думают. Я понимаю. Вроде бы историки думают, что она непрерывно переходит. У них были разные периоды этапов. У них была война, которую стоит назвать гражданской. Это была 30-летняя война. Там было масштабное опустошение всего мира. Но и Священная Римская империя. Она в ней потерпела поражение, считается, своей периферии. Поиграла Франции и так далее. Но потом взяла от них Иваж, как у меня поле первого. И после этого она благополучно существовала весь XVIII век. И в 1806 году она была Наполеоном распущена. Она была распущена Наполеоном, но был создан ее дублек. Это так называемый Римский союз. Они ее собрали. Он тоже как-то существовал более-менее успешно и более-менее неуспешно. Но после этого возникли всевозможные империи на Иване. Это первая, Тераско-Венгенская империя. Это в первую очередь, и во вторую очередь, это Германская империя, то есть Прусская империя. Здесь очень интересно посмотреть, что часто историки относятся к ней чрезвычайным образом бронебрежима. Ну при чем бронебрежима? Ну что такое? Централизации нет, войска собственного нет, бюджет маленький. Хотя на самом деле император был всегда из Гаврлога, то есть все наследственные доходства наследственных земель Гаврлога был у него. Но давайте посмотрим внимательнее, кто находился в ситуации личной зависимости от империи. Например, вот такая страна Россия, она совершенно не была самостоятельной, ей управляла всегда немецкая династия. То есть ее верхушка была чистой из немцев. Ты уже имеешь в виду постпетровскую? Постпетровскую. Желающие могут посетить, чтобы понять, что это были за люди. Вот у нас есть дворец дачный в парке Александрия Николая I. И там есть картины, статуи, всякое срочие. Посмотрите макет, макет Ренского собора, и в профиль, и в фас, картины Ренского собора, и так, и ся. Пейзажи сплошняком одной Германии, ничего фактически русского, ни русского собора, ни русского изображения. Эти ребята были, то есть эти, Николай I, его будущий сын, царь-освободитель, они были немцами на 100%. Они говорили по-русски, но они реально были немцами на 100%. Вот казалось бы, независимая страна Румыния. С 1945 года ей тоже управляло чисто немецкой династией, находящейся в непосредственном родстве с императором Римской империи. Такова же Испания, такова большое количество других стран. Я не знаю, кто из них был больше немцем или англичанином, тот самый король, который был королем Англии, королем Ганновера. Одновременно, князем Микрофюстом Ганновера. Я просто не знаю. То есть, если мы посмотрим по определенному роду родству, мы увидим, что это, казалось бы, оплеванное историками, нежизнеспособное образование, жило, считается, тысячу лет, и посадило своих детей, своих наследников, наследников на все престолы всего прогрессивного мира на тот момент. И война эта была, удивительная война. Либо эта война была с другой Римской империей, то есть с Атаманской Турцией. Ее войны были. Или всегда это войны были между ядром и периферией. То есть Франции, где-либо еще. Франции, Великобритании, Швеции, ну, отчасти России и так далее. Это интересная очень позиция. Что меня в этой ситуации недавно удивило. Мы все привыкли, что единицей исторического процесса является народ или нация. Гегель говорит, что высшим долгом является построение нации своего национального государства. Но это конец XVIII века, после распада Священной Римской империи. Если мы посмотрим на ее устройство, то мы увидим, что на тот момент единицей исторического процесса был не народ ни в коем случае, а ей был город. Полис. И мы в самом деле знаем и эти многочисленные города государства Греции, которые возникли во время преобладания там латиньян, с одной стороны. Мы с другим знаем и Гену, и Венецию, и так далее. Точно так же у них был так называемый рестак, состоял из трех палат. В одной заседали Кюрфюрсты, во второй заседали князья, графы и прилаты, а в третьем заседал совет горожан, то есть совет городов. Там около 50 или 80 участников в каждый город выбирал своего представителя. Интересно сравнить, например, сколько было от князей и прилатов, то есть от монастырей голосующих голосов. Оказывается, что от всех графов было всего 4 голоса. А от всех крылатов римских, так называемых, не германских, было всего 2 голоса. А от городов 50. То есть, по всей видимости, национальные государства являются поздним изобретением. И являются изобретением, скорее всего, конца 18-го, начала 19-го века. Ну, в самом деле, в это время мы видим возникновение итальянской нации, мы видим возникновение итальянского и немецкого эпоса и всяких прочих вещей. Ну, скорее всего, это и 17-го века. Ну, я думаю, что все-таки 18-го. Ну, потому что Россия это 17-го века, извините. Это не собрание полисов все-таки. Да, да. А не собрание полисов, это знаешь почему? Что, скорее всего, периферия вот эта, это было то, что колонизуется. Не основой была, а то, что центральный дро, которое в силу автоматических, своих естественных причин собрания полисов, отдельных государств, прилегающих всеми территориями. А все остальные территории, это то, что следует колонизировать. Такова была Испания, и такая была Россия. Нет, ну, все равно, если даже не брать, как говорится, не пытаться анализировать более ранние времена, то 17-го века все равно, как бы, это, та, скажем, тот кусок, который распространял власть царя, он был... Ну, это вопрос, насколько она была, эта история достоверна 17-го века. Ну, это, ладно, но я просто хочу заметить, что подобного рода подходов кажется даже естественным, вот мне это в голову не приходило, что единицей исторического процесса и любого государства был полис, то есть город по большому счету. То есть экономическая единица, не национальная, а экономическая. Да, да. Город это экономическая единица. Точнее, точнее, даже, ну, она не только экономическая. Геополитическая тоже. Да, геополитическая. Геополитическая. Почему? Потому что, если какой-то нация, реально, народец какой-то, достигал некоторого преобладания, был какой-то амбициозный и удачливый властитель, ему управлял, То он тут же перезабоевывал все окрестные народцы, и вот эта готовая народная страна, страна 12, тут же превращалась в много национальное государство. А естественно, был именно город. По всей видимости, именно 18-19 век это появление национального государства. Немецкого государства со всем эпосом. Да они до сих пор на одном языке не говорят. Сколько лет-то прошло? Уже больше 100 лет. Итальянцы научили на одном языке говорить, а в 19-м они еще не говорили. А теперь говорят, значит, немцы до сих пор не говорят. Не говорят. У них есть литературный язык, есть возможные наречия, так называемые диалекты, которые специалисты отмечают, что дальше, чем украинский от русского. Субтитры создавал DimaTorzok